Я хочу сказать пару вступительных слов, что в 2014 году я была одним из организаторов выставки Лидии Мастерковой в Музее современного искусства, как раз здесь неподалеку на Гоголевском у Василия Церетели, общалась с ее сыном, с ее подругами, с ее внучкой. То есть ко мне приходила эта информация, все выходили на связь, вступали в контакт. Я общалась с Владимиром Немухиным, это главный мужчина в жизни Лидии Мастерковой. И, в общем, так получилось, что ко мне эта информация пришла, и на протяжении последних, я бы сказала, 7 лет она продолжала тоже по каким-то крупицам приходить. Например, мне подруга Мастеркова, я знаю двух ее подруг из Парижа, может что-то прислать, какую-то фотографию, нашли какую-то работу, нашли какое-то украшение. И они мне шлют как такому человеку, который это все собирает. И я поняла, что уже невежливо держать это все в себе, на каких-то научных докладах в Третьяковской галерее так по крупицам что-то выдавать, что нужно уже все-таки зрителю это показать, эту красоту. Потому что мне кажется, что Мастеркова – это одна, да ладно, самая красивая художница второй половины 20 века, самая стильная и, я бы сказала, самая талантливая вот именно женщина-художница. И не случайно ее называют армазонкой русского авангарда, и я не знаю другую женщину-художницу, которая могла бы по праву обладать этим титулом. Так, начинаем двигаться. Я хочу представить вам ее через необычный такой подход, через теорию архетипов. Сейчас я работаю с этой темой, то есть я совмещаю искусство с архетипами. Архетипы – это паттерны, которые живут в коллективном бессознательном, которые есть в каждом из вас и которые определяют наши ценности, наше мировоззрение, наше поведение, в общем-то все. Совсем недавно я защитила в Третьяковке проект по тому, как совместить архетипы и искусство авангарда. Он был одобрен, так что тема архетипов начинает набирать обороты. И мне было очень любопытно посмотреть, какие архетипы у Мастерковой. И как раз-таки ее архетипы зашифровала в название лекции «Земная и запредельная». Два ведущих ее архетипа – это архетип эстет. По этому названию уже ваше коллективное бессознательное должно подсказать, что это люди с этим архетипом очень ценят красоту, им важно, как они выглядят, из какой чашки они пьют, что их окружает. То есть это люди, для которых красота – это главный ресурс, главная ценность, и Мастеркова была таким человеком. И второй ее главный ведущий архетип – это мудрец. Как раз-таки за это отвечает эпитет «Запредельная». Мудрецы – это люди, которые не ограничиваются какими-то бытовыми задачами по жизни, которые копают вглубь, которым нужно дойти до самой сути, и Мастеркова была таким человеком. У нее очень контрастная личная жизнь, очень контрастное искусство. И как раз-таки это объясняется тем, что в ее жизни попеременно то один, то другой архетипы входили на первый план. Первая часть – «Земная». Архетип эстет. С него мы начинаем. Лидия Мастеркова родилась в Москве в 1927 году в очень интеллигентной семье. Там наизусть читали Пушкина. Отец не принял советскую власть и воспитывал своих детей в духе дореволюционной культуры. Дома все увлекались живописью, литературой. То есть все это была такая атмосфера идеальная для эстета. Мастеркова это все впитывала. И вот даже вот нельзя нарочно придумать, Мастеркова сама говорит, в моем семействе люди были эстеты, представляете, да? То есть она прямо сама это слово произносит. Что они любили все красивое, как они красиво одевались, что у них были какие-то необычные наряды, камеи, бархатные платья. И она пишет, тогда любили красоту, без нее ничего не делалось. Это она пишет про 30-е и 40-е годы. Но вы можете, да, по разным источникам иметь представление, что такое 30-е и 40-е годы. Это когда было максимально, не до красоты. А вот люди с этим архетипом, они действительно вокруг себя всегда создают такую атмосферу. И Мастеркова именно в такой атмосфере росла. Она была очень одаренной. Она занималась в драмкружке. Она занималась вокалом с бывшей солисткой Бавлишова театра. Ну, естественно, она обучалась в художественной школе. И на протяжении, ну, во всяком случае, первой половины ее жизни красота была ее ценностью. Вот вы можете видеть такую подборку ее образов, всегда с какой-то, да, такой высокой прической, в каких-то украшениях. Надо сказать, что Мастеркова сама делала украшения. Она сама шила платья, вот эти вот ее туалеты. Она сама их смоделировала, сама, ну, сама сшила. То есть она была действительно мастером на все руки. И вообще эта фамилия Мастеркова не случайна. По легенде ее прадед был великолепным мастером по вышивке поясов Кушаков. Его прозвали как раз Мастером. И отсюда пошла эта фамилия. И она унаследовала вот эту вот невероятную одаренность делать все блестяще своими руками. Ну, то есть вы можете представить, сколько труда, да, стоит за этими платьями. Украшения тоже наверняка она сама смоделировала. И как раз-таки дальше идут очень-таки уже более скромные украшения. Это уже украшения из 80-х годов, которые как раз мне прислала ее подруга из Франции, которые вот остались в ее коллекции. Ну, тут уже вторая половина жизни связана с архетипом мудрец. Уже такой, не такой царственный, роскошный, да, вид, который был у нее в первой половине жизни. То есть она уже становится так скромнее и аскетичнее. И вот главный мужчина в ее жизни, о котором я уже сказала, это художник Владимир Немухин. Один из самых известных художников поколения 60-х годов. С Мастерковой они были знакомы с 43-го года. Он был таким другом семьи. А роман у них закручивается в 1956 году. В это время он переезжает к ней на улицу Горького. Это в дом, где сейчас находится Тверская Емская. И там располагается комната, которую делят родители Мастерковой, какие-то еще близкие родственники. Сама Мастеркова с сестрой там живет. И туда же вписывается Немухин. Им отводят треть комнаты. Это примерно 7-8 квадратных метров. И они живут за какой-то такой перегородкой. Это от другой части родственников Мастерковой. И вот в этом мини-пространстве два художника начинают расти и превращаются в самых известных представителей своего поколения. На заднем плане вы можете видеть абстрактные работы. Иногда они даже достигают такого нереального масштаба. Выше Немухина. Он был довольно высоким мужчиной. И можете представить, что все это на этой маленькой площади было сделано. То есть художники попеременно работали. В общем, было непросто. Но вот эта жажда искусства в условиях соцреализма была очень высока. И как они вообще пришли к этой абстракции? Переломным моментом стал 1957 год, когда впервые советскому зрителю показали вообще что-то отличное от соцреализма. В парке Горького прошел Всемирный фестиваль молодежи и студентов, когда привезли европейскую абстракцию. Художники туда пришли и были ошеломлены. Потому что одно дело, когда ты видишь что-то на картинке, на каких-то репродукциях, слышишь от каких-то художников другого поколения какие-то рассказы, какая бывает абстракция, кто такой Пикассо. А совсем иное впечатление, когда вы приходите вживую, впитываете эту энергию искусства. И вот они пришли на этот фестиваль, обомлели. И когда они возвращались домой, в загородный дом Немухина в деревне Прилукинаки, они ехали в полном молчании. Ну потому что это был шок, что вот так можно, так свободно, так живо. И это нормально, и это никто не запрещает. Потому что, опять же, повторю, в это время царил соцреализм. Можно было Ленинах рисовать, Сталинах, пейзажи, там, Сиренина, терморты какие-то. Но что-то такое чувственное, эмоциональное, что-то связанное с внутренним миром человека, такого не должно было быть. Потому что внутренний мир обозначает, что вы думаете как-то особенно, как-то индивидуально. А коноцреализм был такой, что все должны думать одинаково, никаких как бы вправо-влево. Поэтому разрешение чувственной абстрактной живописи в таком открытом публичном пространстве – это был прорыв. И, как я уже сказала, у них могли быть до этого какие-то источники, по которым они узнавали о существовании авангарда. Но, опять же, это были не музеи, потому что, например, в Третьяковской галерее авангард был закрыт в таком 13-м секретном запаснике. То есть никаких экспозиций XX века, как сейчас, естественно, не было. И художники могли, как я уже сказала, по репродукциям, по каким-то альбомам черпать какие-то вот такие сведения. Немухин уже в 43-м году дарит Мастерковой очень такую знаковую книгу Василия Кандинского о духовном искусстве. Вот здесь, я так понимаю, начинает активироваться ее мудрец, потому что Кандинский говорит не просто про чувственную красоту искусства, а он говорит, что искусство – это очень мощная духовная сила, которая может преображать ваш внутренний мир, как-то настраивать ваш внутренний вибрационный набор, менять его, преображать и поднимать вашу вибрацию. Собственно, про те темы, которые сейчас летают в воздухе, об этом говорил Кандинский сто лет тому назад. И Мастеркова подхватывает у него это слово «вибрация», начинает тоже активно пользоваться этим. Второй момент, который важен, это то, что она училась в детской художественной школе, где преподавал Михаил Перуцкий. В 20-е годы он входил в одной из таких авангардных сообществ «Новое общество живописцев». Тоже он что-то рассказывал, но рассказывает, конечно, совершенно иное, нежели живое впечатление. И он вводил своих учеников, в том числе Мастеркову, к Роберту Фальку, известному тоже авангардисту. Ну, что-то вот она могла видеть. И по возвращении с этого фестиваля она буквально на следующий день, ну, такая легенда, создает первую абстракцию. Как она выглядела, мы не знаем, она не сохранилась, но есть абстракция, приближенная вот к той, что она создала. Это вот такая композиция. Называется абстрактная композиция. На самом деле, это композиция с арбузом. И сама Мастеркова в своем интервью сказала, что да, это арбуз. Но видите, уже такое вот вкрапление чего-то инородного, чего-то такого живого, эмоционального здесь присутствует. Но чтобы не умалять, не умалять даром Мастерковой, скажу, что уже в 58-м году появляются вот такие абстрактные графические вещи, очень такие чувственные, очень эмоциональные, очень даже эротические. То есть вот эти вот какие-то пещеры, глубины, они вносят такой характер. Многие искусствоведы это отмечают. В живописи, ну, точнее, это не живопись, это акварель. Ну, то есть в цветном варианте ее абстракция в это время выглядит так. То есть уже, конечно, смелее, чем какие-то простые пейзажи или натюрморты, но еще такая она разбеленная, спокойная. То есть еще свой темперамент, своего этого эстета она пока не познала в полной мере. Ну, вот еще абстракция тоже этого времени, довольно спокойная. Такая нейтральная, деликатная. Вот. Но в какой-то момент происходит перелом. Это связано с тем, что Мастеркова посещает вот тот самый закрытый запасник с авангардом Третьяковской галереи. Ее туда проводит сотрудник музея-фотограф Евгений Нутович. Может быть, вы слышали это имя. Это один из коллекционеров второй половины XX века. Он собирал нонконформистов, то есть как раз художников 60-х, 70-х годов. И она видит там Кандинского. И вот эта вот как раз вибрация, про которую он писал, вдруг оживает, и она это впитывает, и видит это многоцвете, эту чувственность, это гурманство цвета впитывает это. И, конечно, это не могло не отразиться на ее творчестве. Второй момент, который меняет ее искусство, это встреча с Георгием Костаки. Наверняка вы слышали имя этого коллекционера многие. Это самый известный коллекционер русского авангарда. И вот это все интерьеры не музея, а его квартиры в Москве. То есть такая шпалерная развеска. Более того, некоторые работы у него даже висели на потолке, потому что просто не было места их уже здесь располагать. И вот позади него на левой фотографии Василий Кандинский, то есть вот так вот в домашнем интерьере. Здесь у него работа Любови Попова. Сейчас эта вещь даже в собрании Третьяковской галереи находится, как и другие некоторые, многие работы из его коллекции. И Мастеркова с ним знакомится и приходит к нему домой. И вот ее впечатление о его доме, что это был какой-то палаццо, которое было заставлено вот этими картинами, и что для нее это было ну тоже таким очень чувственным, мощным впечатлением. Но надо сказать, что и Костаки был под впечатлением от Мастерковой. Она ему очень понравилась, потому что он видел ее абстракцию. Он, кстати, стал первым покупателем ее работ. Это был тоже очень важный такой жест, что вот ее уже признали и купили. И, конечно, он восхищался ее красотой, ее вот эстетом. А эстет очень важно нравится противоположному полу. То есть и Мастеркова очень пользовалась этой своей силой. Но, кроме того, конечно, он восхищался ее искусством. И он как раз видел в ней ожившие образы тех художниц, которые его восхищали. Наталья Гончарова, Любовь Попова, Ольга Розанова, Александра Экстер, потому что все это были такие художницы с характером, с очень такой яркой, четкой индивидуальностью. И он в ней видел, вот в ее таком репрезентации, она себя презентовала не как покорная подруга Немухина, а как самодостаточная, независимая художница, которая сама себя как-то продвигает, которая не находится к чьей-то тенью. Она была, на самом деле, единственной в своем круге такой, потому что другие художницы, они тоже были, но они были как бы вот замужем, они не участвовали в каких-то громких выставках, они этого избегали, то есть они оставались в тени. А Мастеркова нет, я самостоятельная единица, и Костаки просто обомлел и влюбился. И тут возник конфликт с Немухиным, потому что Немухин сам рассказывал, что Костаки мог вечером позвонить и сказать, пришли Мастеркову, и она ехала. Ну что, у них какие-то дела без Немухина. Ну то есть вот Немухина это, конечно, очень сильно ранило, потому что Костаки в это время был богаче его, как бы, ну, успешнее его, и для него, вот что его женщина едет к Костаке, для него это был, ну, такой сильный удар. А кроме того, Костаки еще бросил такую фразу Немухину, что вот Мастеркова номер один, а ты пока не вышел. Ну вот вообще, представляете, что значит мужчине, услышать это от другого мужчины, да, когда они еще оба борются за сердце женщины. И надо сказать, что у Костаки в коллекции нет ни одной работы Немухина. Даже когда он наезжал из Советского Союза в 1977 году, он просил Немухина хоть что-то мне продать, он такой, нет. Ну, он помнил, что, ну, я же не вышел. Поэтому такая вот любовная история, которая очень не свойственна эстетам, они любят, в общем, такие перипетии. Вот, и третий момент, который влияет на ее творчество, как раз, я думаю, многим девушкам знакомы, когда вы сепарируетесь от родителей, перележаете в отдельную квартиру, где нет уже никаких родственников, где вы свободны, где вы уже чувствуете себя самостоятельными взрослыми. Вот, и как раз в 63-м году Немухина Мастеркова приобретает кооперативную квартиру, отселяются от своих многочисленных родственников. И вот здесь, видите, такие очень чувственные фотографии Мастерковой, которые делает Немухин, вот пока она спит. Она, кстати, обожала кошек, у нее всегда было огромное количество питомцев. Ну, и, в общем, такие вот чувственные фотографии, которые проявляют ее вот эту вот, как раз, натуру эстета, которым важна красота, чувственное удовольствие. И все это здесь присутствует. И вот какая у нее постепенно начинает становиться живопись. Постепенно появляется все более яркий цвет, он нагнетается, при этом остаются вот такие вот волнообразные какие-то формы, которые напоминают какие-то заросли, пещеры, какие-то вот зовущие, соблазняющие зрители, безусловно. Появляется вот такая шикарная работа, ну, тоже такой очень эротический образ, безусловно. И про эту работу поэт того времени из этого вот неформального круга Всеволод Некрасов пишет, большое стихотворение он пишет, и там вот эти две строки, которые вот особенно выделяются, Лида Мастеркова пишет оркестрова. Это очень важно, потому что получается, что он в этой живописи чувствует звук, да, а вот эта тема звука цвета, она была для художников русского авангарда очень важна. Ей занимался Кандинский, вдохновившись Крябином, да, который придумал эту вот цветомузыку. Ею занималась школа Михаила Матюшина. Михаил Матюшин – это ближайший соратник Малевича. И получается, что Мастеркова неосознанно действительно наследует традиции авангарда, не повторяет их, но действительно, видимо, в этом бессознательном, да, тоже коллективном, вот этих вот художников-авангардистов живут какие-то паттерны, которые самые талантливые наследники традиций могут схватывать и проявлять уже в своем творчестве нового поколения. Еще одна работа этого периода, тоже такое многоцветие и гурманство. И дальше наступает другая пора, которая тоже связана с ее вот этим эстетом. Она знакомится с Феликсом Вишневским. Она рядом с Большой Ордынкой есть музей Василия Тропинина и художников его круга, который основал вот этот вот мужчина, один-единственный. То есть коллекцией этого мужчины были работы Тропинина, Рокотова, Брылова, Левитана. В общем, у него дома была Третьяковская галерея как бы, да, немного, не мало. И он на основании этой коллекции делает целый музей. У него также были предметы декоративно-прикладного искусства в изобилии. Это какие-то табакерки, веера, какие-то вещи из слоновой кости, какие-то самоцветы. Ну, то есть вот он был окружен вот этой вот роскошью старины. И Мастеркова знакомится с ним в Государственном музее Пушкина литературном, который здесь неподалеку как раз находится. И год работает в этом музее художником-оформителем, а он ее посвящает вот в эти вот тайные знания антикварного дела, учит ее реставрации. И она и так была очень одаренна и много чего умела делать руками, шить наряды. А тут она еще проникается вот как работать со старинными вещами. То есть он ее вот этим заражает. И настолько заражает, что квартира Мастеркова Немухина превращается вот тоже в такое палаццо. То есть, представляете, за окном 60-е годы Советский Союз, а художники живут в таком просто дворце, где у них там какая-то роскошная мебель, шкаф. Ну, в общем, вы это все можете видеть. И для них это норма. Это не какое-то музейное произведение, которое нельзя трогать, нельзя садиться, как бы недышительные экспонаты, как в музее говорят. Нет, они живут в этой атмосфере, и Немухин тоже разделяет ее, это увлечение антиквариатом. Они все время где-то на каких-то развалах находят какие-то вещи, выменивают их на что-то, либо даже на помойках находят. И Мастеркова, которая научилась реставрации, работает с этими вещами. То есть она вот выстраивает именно свой такой быт эстета, с таким вот царственным характером. Дома она часто наряжается как раз в эти необычные платья, которые вы раньше видели. Вот здесь тоже такое необычное платье. В общем, она абсолютно не советский человек. Она эстет в Советском Союзе. И она говорит, что стремление к прекрасному не современно. Да, это так и было. Но она как бы без этого не может видеть свое искусство. И третий момент, который на нее влияет в это время, это работа еще одного известного художника 60-х годов, Дмитрия Плавинского. Это ближайший друг Немухина. Он что делает? Он в свои картины вплавляет готовые объекты. Например, какой-то старинный крест. Или какие-то фрагменты старинных книг. Или какие-то церковные ткани. Надо сказать, что в это время под Москвой было много разоренных церквей. И там остались какие-то остатки вот этой церковной утвари, утвари такой сакральной. И художники Немухин, Мастерков, Плавинский ходили и вот это вот все исследовали и собирали в свои коллекции. И вот она отчасти повторяет за Плавинским этот прием. Плюс она видит Вишневского с обилием вот этих старинных вещей. И она начинает вплавлять вот эти вот сакральные такие вот объекты, артефакты в свои произведения, превращая их в такие вот драгоценности. То есть вроде бы уже не просто картина, а уже вот с таким каким-то сакральным драгоценным звучанием получается произведение. Это вот одна из самых красивых вещей хранится в музее Циммерли в Америке. Еще одна работа этого же периода – собор. Вы видите, что здесь она такие делает лучи из золотистой парчи, которую как раз нашла в одной из своих таких исследовательских, археологических, можно сказать, поездок. И интересно, тут несколько моментов звучит так вот метафорично. Работа называется «Собор». Перед нами работа, где используется парча из церквей. То есть понятно, что это какая-то связь с древнерусским искусством. И как многие, наверное, знают, авангардисты ориентировались на древнерусское искусство. Наталья Гончарова, Малевич, с его черным квадратом и отсылкой к иконе. То есть для них древнерусское искусство, искусство икона, для них это было источником инспирации. Получается, что Мастерков опять же идет по этому пути. Опять же, вот не зря она амазонка второго русского авангарда. А с другой стороны, в 1959 году в Москву привезли картину Поллока «Собор». И они с Немухиным ее видели. И получается, что этот собор она выстраивает уже тоже на своей картине, как и Поллок. Но здесь вступает в игру вот ее такой момент с тем, что ей важно выделиться, что вот она женщина-художница, что она не подчиняется мужчинам. То есть получается, что она привносит в такой сугубо мужской мир, такой гегемонии, вот этой вот абстрактного экспрессионизма, потому что это искусство основали мужчины, она привносит женскую энергию, женское начало. И берет и выстраивает этот собор Поллока из тканей, которые традиционно, естественно, ассоциируются с женским миром, женским искусством. Смотрите, она даже прошивает эту ткань холста вот этими золотыми нитками. То есть она выносит какие-то традиционные женские занятия вот в такой ранг искусства, что это не какая-то второстепенная, какая-то второстепенная активность, а что это достойно того, чтобы быть на полотне и называться произведением искусства. Еще одна работа, здесь она уже посягает на святая святых, на черный квадрат, она берет и обрамляет его кружевом. Кстати, это по свидетельству ее племянниц от кружева, который она использовала для своего платья. То есть она берет и так вот изящно двигает Малевича, его вот такую абсолютно четкую, жесткую, ригидную позицию, что вот он мужчина, основал супрематизм, черный квадрат, она берет и этот памятник вот так изящно обклеивает кружевом. Более того, она берет и этот черный квадрат разделяет на две части и между этими частями видите нитки, то есть она как бы его расшивает, вот что она себе позволяет, опять же заявляя о том, что она не просто какая-то женщина-художница, которых много, а что она может говорить на равных с какими-то метрами из мира мужчин. И у нее, у Мастерковой, было выражение «расшить нитки». Она это означала выставить факты, узнать правду. И получается, что она расшивает этот черный квадрат и показывает, что вообще-то не только мужчины, там были в этом русском авангарде, не только мужчины стояли за всем этим искусством, но там есть и женская энергия, женское начало, и это важно проявить. Она вот так очень деликатна, очень символична, очень изящна, по-женски, по-эстетски это делает. То есть вроде бы, какая-то форма, кружево, а за этим так много стоит. А еще одна работа, которую она создает только из своего, ну практически тут очень мало живописи, то есть белый фон, немножко серых красок, но в основном это как раз таки вот эти кружева, которые она использовала для своего платья. То есть вот она, вот эту лирическую абстракцию, абстрактный экспрессионизм полностью делает из женских энергий. То есть это совершенно такое важное заявление. И пресса американская, которая познакомилась с ее искусством уже там в конце 60-х годов, когда иностранцы стали покупать эти вещи и везти на Запад. Ну и чуть позже, когда она уже сама свои выставки проводила в Америке, вот она пишет, что Мастеркова должна быть кем-то вроде героиней для феминисток. Но сама она себя так не называла, конечно, но действительно ее вот этот посыл, особенно в этой работе, эта работа, она хранится в Третьяковке, она огромного размера. Вот Мастеркова была ростом метр шестьдесят семь примерно. И видите, эта вещь еще больше ее. То есть она, опять же, показывает, что это величину этим масштабом показывает свой масштаб, что она вот в этом мире мужчин-художников тоже имеет вес, тоже может себя проявить, и с ней надо считаться. И вот она дает тоже такую цитату полезную, что я делала околлажи, на кстати эти работы называла не картинами, а околлажами, тоже подчеркивает такое вот женское начало, такое рукотворное, рукодельное, применяя старинные ткани, кружево, парчу, прошивала холсты веревками, клеила заплаты. То есть она, получается, опять же берет то, что делают женщины, ну там, не знаю, в ее кругу, делают как какую-то второстепенную работу, мужчины этого не замечают, а она берет и вот эти все приемы, эти все занятия презентуют, да, вот на таком масштабном произведении искусства. То есть эти, как бы женская, вот эту тему, женскую деятельность, она совершенно в другом свете выставляет не какую-то подчиненную пассивную, а как самодостаточную, важную, которая может стать предметом для такой роскошной композиции. Так, и тут мы уже подходим к завершению ее такого земного периода. Это работа «Дворец», тоже такое красноречивое название, тоже она использует эту парчу, отсылка к ее квартире, которую она обставляет, как дворец, к ее нарядам, которые очень такие царственные имеют характер. И на обороте этой работы есть вот такие вот пара строк поэтических, можете их прочитать про себя, и она эту работу посвящает своему новому возлюбленному, диктору Георгию Шумакову, роман с ним был недолговременный, но этот роман стал для нее причиной, почему она разорвалась с Немухиным. И вот этот разрыв с Немухиным, он случился в 68-м году, но несмотря на это, вот я об этом пару слов в конце лекции скажу, их связь такая мистическая, волшебная была на протяжении всей жизни. Но вот с этим разрывом начинается какой-то ее новый этап, отход от земного. И вот в этом новом этапе она, можно сказать, выселяет Немухина из общей квартиры, даже такой есть момент, что всю мебель, которую они приобретали совместно, Немухин, когда от нее съезжает, выкупает у нее, то есть он два раза платит за эту мебель. Но Немухин был очень благородным человеком, поэтому это в его натуре, несмотря на то, что там, это еще 60-е годы, и он еще не совсем, не очень богатый, но он все равно это делает, потому что он очень благородный, и Мастеркова для него всегда это, ну, супер-женщина. Вот, она его, значит, двигает и начинает уже свободно в этой квартире расставлять свои картины, то есть уже так более вольготно, нежели раньше. И вот вы можете почувствовать, как меняется, да, ее звучание, здесь она такая уже независимая, такая уже самостоятельная, сама по себе, и в это время у нее уже хорошо идут дела, потому что иностранцы покупают у нее картины, у нее есть деньги, она ездит на такси, почему-то Маргарита Тупицына, ее племянница, выделила это в отдельный пассаж, что это как-то важно, то есть она чувствует себя такой self-made woman вот в этом советском абсолютно неэстетическом государстве, но для нее это как бы недостаточно, ее начинают звать какие-то другие материи, скажем так. И тут в 70-м году она пишет стихотворение, оно довольно сложное, если кто-то заинтересуется, можете после лекции спросить, я вам скажу, где его можно найти. Ну, короче, суть стихотворения в том, что она говорит, что у нее есть некий дар и что она просит его отнять, потому что, ну, вот как можно понять, он какой-то тяжелый, какая-то тяжелая ноша, но вот какой-то некий старец, он все равно, вот он со ступеней парчевых к ней сходит и надевает ей на голову золотой венец и говорит, что чтобы вот она несла этот венец, да, как сладостное благо, чтобы не роптало, а несла огонь души прекрасной. Неси венец, неси венец, окончен путь ненастный. То есть вот это стихотворение, оно показывает какой-то водораздел между ее такой вот земной, такой, может быть, части беспечной жизни, где она такая прекрасная женщина, окружена вниманием мужчин, у нее там наряды, такси, какая-то чувственная живопись, а здесь происходит какой-то резкий перелом, разрыв с Немухиным, и ее живопись, ее мироощущение меняется. И что из этого получается? Она совершенно отходит от этого чувственного, такого страстного цвета, от этих эротических каких-то форм, от вот этой чувственности, которая привносит в ее картины использование парчи, кружев, то есть она становится такой более жесткой, более строгой, то есть она как раз переходит в свой архетип мудрец. И про вот эти вот работы, этой серии она пишет, что формы черные еще превалируют, то есть вот черные формы, она называет вот эту вот массу как бы цвета такого сумеречного, и еще много чувственного восприятия, но все в чистоте принципа. То есть получается, что вот эта вот масса цветная обозначает ее чувственный опыт, который она вот так вот сжимает, как флешку, можно сказать. Кстати, похоже на какие-то мотивы из фильма «Матрица», как будто вот такая вот зашифрованная информация, которая плотно-плотно-плотно слоями вот так вот припаяна друг к другу, и вот она это все сжимает, обозревает и начинает вытеснять вот этим белым цветом, и белый цвет для нее стремление к высшей духовности. И тут важно, что она обращается к Кандинскому, а для Кандинского признаком духовного совершенствования становится борьба с телесностью. То есть то, что она в первой половине своей жизни пропагандировала, любила и наслаждалась, она начинает от этого отказываться, от этого всего опыта чувственного в своих работах. Вот такая еще композиция этого времени. Кстати, вот эти работы, они также вдохновлены очень таким удухотворенным художником, одним из ее любимых, художником Эль Грека. Вы помните, наверное, вот такие спиритуальные, мистические образы, где он очень такие дает очень удухотворенные, религиозные разные мотивы. И вот даже вот в этой работе, такой крестообразной, видите, композиция, она как будто бы сублимирует все вот его вот эти распятия и дает это вот в такой форме абстрактного экспрессионизма. Очень похоже на матрицу, мне кажется, вот этот вот особенно, этот мотив. И еще один момент. Помните, она делала графику, где она вот это вот все вырисовывала, вот эти вот все пещеры чувственные. А здесь она накладывает такой запрет на наслаждение искусством, на получение удовольствия от искусства. И хочет найти какую-то, создать какую-то дистанцию. И теперь она как делает? Она берет лист бумаги влажный и начинает накапывать на него тушь с кисточки. То есть нет контакта между художником и произведением, есть дистанция. То есть отход от этой чувственности, от наслаждения, то есть она вот таким образом начинает себя как бы закрепощать в некотором роде. Но она считает, что это ее ведет к какому-то просветлению, к каким-то вот более высоким мирам, которые могут открыться, только если человек отказывается от земного какого-то плана. Ну вот еще работая из этого периода. И нужно сказать, что в это время на нее очень влияет Иван Кудряшов. Она с ним познакомилась, как из Костаки, в начале 60-х годов. Иван Кудряшов был учеником Малевича, его прямым последователем. Он тоже работал в стиле супрематизма. То есть это вот прям человек из авангарда. И с очень крутым, очень таким бескомпромиссным, очень жестким характером. И Сиркову он очень понравился. У нее тоже был такой характер. И она считала его своим учителем. Надо сказать, что Иван Кудряшов живет в советское время, но при этом он пишет абстракцию. То есть это для художника это значило подписать приговор себе о том, что он вне общества, вне системы совершенной. Он таким и был. То есть его просили подписать бумагу, отказаться от этого всего искусства. Он отказался. То есть он был такой воин бескомпромиссный, целеустремленный, жесткий, который верен своей какой-то правде. И еще его вот эти вот абстрактные вещи были связаны с темой космизма. Тема космизма – это вообще одна из важнейших таких лейтмотивов, один из важнейших лейтмотивов для искусства авангарда. Многие художники этим увлекали. Симолевич тоже. И вот Мастеркова тоже это все впитывает. И вот ровно после смерти Кудряшова в 1972 году она обращается тоже к космизму. И здесь вот такая работа в таком необычном антураже. Немного позже скажу, почему она в таком виде оказалась. Но просто это одна из первых работ, которая показывает ее новую систему. Она оставляет вот этот вот чувственный, сублимированный опыт, который она вытесняет белым цветом. И она вводит вот эти вот белые круги. Это вырезки, это коллажные вырезки. Она называет их планетами. И на эти планеты она помещает цифры. И никакие попало, а только как она пишет величины бесконечно малые или бесконечно великие или ноль. И добавляет, что раньше у нее были средние величины, было все хаотично. А сейчас нет такой средней величины, нет компромисса. То есть это показывает как раз таки то, что она себя очень аскетично ограничивает. То есть середины нету, может быть только путь в эту какую-то духовность, какую-то метафизику, куда она и идет. Ну вот здесь такая трактовка этих цифр по системе ее племянницы Маргариты Тупицы. Такая довольно понятная. Девятка – страсть к свободе, один символ независимости, ноль – бесконечность. И вот большое количество наложенных этих единиц обозначает как раз таки бесконечно великая прямолинейность, манифестация индивидуальности. И при этом нагромождение этих единичек избегает какой-то банальной конкретики. То есть нет конкретного числа, что это бесконечное число, просто какое-то множество. И для нее важно, что она вводит эту тему круга. То есть круг начинает звучать в ее творчестве с этого момента и на протяжении всей жизни. То есть она говорила, что из круга никуда не выйдешь, все начинается с круга, все ими заканчивается. То есть для нее это становится таким важным сакральным мотивом. Ну и вот это обозначает работа, начало ее такого планетарного творчества, когда она из земного перемещается в какую-то другую космическую сферу. Почему работа в таких условиях находится? Дело в том, что художники, несмотря на то, что эти нон-конформисты, художники андерграунда, несмотря на то, что у них были покупатели иностранцы, художнику всегда важна выставка. Ему мало продажи. Ему нужно, чтобы энергия зрителя как-то взаимодействовала с энергией, которую он заключил в своей картины. Поэтому художники-нон-конформисты страдали, их нигде не показывали, их запрещали, и они просят власть о том, чтобы им хотя бы разрешили просто выйти на пустырь с картинами, и даже не нужно никаких там, да, оформительских моментов, просто показать свои работы зрителю. Власть уклончиво отвечает, мы вам не советуем, но художники все равно выходят. Вот, угадайте, кто первый вышел на этот пустырь, это была Мастеркова, самая смелая амазонка, и она принесла с собой несколько работ, и когда художники уже встали, показали свою работу, Немухин, кстати, свою работу не показал, он ее спрятал в пальто, не решился, это не в пользу Немухина, хотя я его очень люблю. Вот, и дальше власть начинает тоже действовать, на художников начинают ехать бульдозеры, которые начинают сносить ковшами их работы, власть выпускает поливальные машины, заправленные грязью, и художников начинает вот этими потоками окатывать, и также разжигается костер, и туда летят работы художников, Мастеркова и одна работа туда попала, она ее выхватила, отреставрировала, даже продала потом, вот, а другая работа была смята ковшом, но тоже, кажется, она выжила. Вот, и после этого, этого показа, на котором присутствовали много иностранцев, мир облетает заголовки «Москва как при Гитлере», потому что при Гитлере уничтожали дегенеративное искусство, и вот Москва сама уничтожает свое искусство. После этого власть понимает, что это негативно сказывается на имидже, и разрешает художникам сделать уже, наконец-то, официально открытый показ, в смысле, на открытом воздухе такой просмотр картин. Мастеркова там тоже участвует, ну, вы видите, что у нее уже такое изменение происходит эмоциональное, она уже, ну, разочарована, как бы, в этой системе, понимает, что мало тут что можно изменить, и что она, как бы, видела? Она видела, что, да, можно какие-то делать выставки, но это все равно не по-настоящему, все равно власть будет диктовать, что делать, при каких условиях, все равно за этими художниками следят. То есть она понимает, что это компромисс. А как раньше, да, я сказала, для нее теперь нет компромиссов, ей нужно, как бы, либо все, либо ничего. Поэтому Мастеркова принимает очень сильное решение эмигрировать в конце 75-го года, и тогда эмиграция, как бы, воспринималась, как навсегда. То есть люди, когда прощались, они прощались навсегда, они были уверены, что, ну, невозможно будет снова увидеться, потому что это было, как бы, невозможно. И Мастеркова именно с таким посылом уезжает, но уезжает вместе со своим сыном. Это сын от предыдущего союза, ну, не с Немухиным, а с другим мужчиной. И вот она была уверена, что на Западе ее примут, потому что иностранцы любили это искусство, но оказалось, что они его любили не столько из эстетических соображений, а сколько из-за политического контекста, да, что такой какой-то жареный такой момент, что вот оппозиция, художники, которые борются с властью, это интересно. А вот какие-то эстетические глубокие моменты, оказалось, что они, ну, не очень волнуют иностранного зрителя. Тем не менее, когда она попадает в Париж, практически сразу, она договаривается со знаменитой галеристкой такой акулой арт-бизнеса второй половины XX века во Франции, Диной Верни, о проведении персональной выставки. Это была большая удача, потому что Дина Верни как раз помогала художникам-нонконформистам, которые эмигрировали. Ну, а вообще она была влиятельной особой, да, она была подругой Майоли, она позировала Матиссу, ну, то есть она была такой гранд-дамой, если ты как бы побывала в ее галерее, то все, твой статус уже хороший. Вот, и Дина Верни выпускает каталог, это как раз обложка каталога, пишет туда сама статью, еще какой-то критик французский дает статью, там есть биография Мастеркова, в общем, все очень культурно. Весь Париж вот в этих вот афишах с таким заголовком таким громким, да, прощай, Россия, такая вот непокорная Мастеркова, то есть, ну, опять какой-то, конечно, политический момент здесь она Дина Верни высвечивает. Но дальше Мастеркова общается с Диной Верни, ну, можете понять, какой у нее характер, бескомпромиссный, жесткий, очень суровый. Она очень любила Михаила Шемякина, не знаю, есть ли здесь поклонники Михаила Шемякина, но это человек очень, ну, как бы умеющий подстраиваться, скажем так, да, умеющий находить, выстраивать диалог. Мастеркова не умела выстраивать диалог, либо все, либо ничего, никакого компромисса, она уже все сказала. Вот, и Дина Верни заставляла ее сидеть на ее выставке, вот, как в качестве смотрителя, ну, то есть для нее это как бы унижение. Потом еще произошел какой-то конфликт, в результате которого Дина Верни взяла все эти каталоги и просто выбросила. Вот, ну, на этом как бы их сотрудничали. Мастеркова завершилась. Это была такая первая и последняя персональная выставка мастерковой в Париже. Дальше представьте, она не знает французского языка, она не самый контактный человек, она отстраняется от этой вот тусовки, которая эмигрировала, то есть она совершенно не стремится завести какие-то связи, она считает, что ее талант, ее искусство настолько самоценны, настолько говорят сами за себя, что она не будет унижаться, да, до того, чтобы что-то там проталкивать. Кстати, это, как бы так сказать, минус архетипа мудрец. Они очень умные, очень мудрые, но не умеют себя рекламировать. И Мастеркова как раз-таки вот эту сторону чувствует на себе. И что она показывала на выставке у Дины Верни? Она показывала продолжение своего этого планетного цикла уже в графическом его звучании. Она продолжает исследовать вот эту тему коллажа, то есть если коллаж – это была вот эта парча, вот это вот женское начало, то сейчас посмотрите, насколько строгий, аскетичный, жесткий, да, у нее теперь коллаж. И вот в сочетании вот с этими планетарными формами как раз вот позади вас, да, в галерее представлены работы тоже из цикла «Планеты». Ну, у нее было несколько этих циклов, поэтому вот здесь тоже вот можете потом подойти и почувствовать. И американская критика, которая чуть позже увидит эти работы, она это все считала, вот пишет, да, что это напоминает фотографии планет, то есть зритель понимал, о чем идет речь, но все равно это искусство было слишком как бы глубоким, слишком каким-то метафизическим для того времени, когда ценился такой ироничный какой-то постмодернизм, когда вот эти вот сложности, метафизика, кандинские, вибрация, это все очень сложно, не нужно, поэтому, к сожалению, и в Америке она не смогла продвинуться, у нее там была персональная выставка, был какой-то успех, вот ее как раз назвали феминисткой, почувствовали ее характер, но опять же никакая из коммерческих галерей не захотела стать ее таким патроном. Поэтому Мастеркова, надо сказать, бедствует за границей, то есть все время она как-то перебивается, все время живет у каких-то знакомых, что-то снимает, но, конечно, она ожидала, что она сейчас попадет на другую планету, где все будет хорошо, а оказывается, что в Советском Союзе было в некотором роде как бы не так уж плохо, там были иностранцы, покупатели, а здесь этот флёр какой-то необычности улетучивается, и она уже совершенно как бы в другой роли. Она продолжает эту тему планет разрабатывать и находит такую новую необычную иконографию, она оставляет вот этот свой чувственный опыт, который она пытается вытеснить, вот так его сконцентрировано сжать, она оставляет вот эти круги планеты с цифрами, это все коллажные вставки, и в нижнем регистре у нее появляются вот такие вот необычные мумии. Вот конкретно эта работа сделана сразу после того, как она эмигрировала, сначала она попала в Вену, она посещает там кунский сториши музеем, и там есть какой-то египетский зал, египетский зал есть и в Пушкинском музее, то есть у нее эта идея вот с саркофагом, с кошкой, с какой-то темой древней Египты давно зрела, но только в Вене она ее реализует, и вообще она чувствует связь с Египтом, именно с древним Египтом, с чем-то таким сакральным, с какими-то такими символами, поэтому вот эта кошка становится важной отсылкой к Египту, ну и, конечно, к ее кошкам, которых у нее всегда было очень много, с которыми она как бы общалась, и для нее это были, в общем, особенные существа. И вот здесь, ну да, все то же самое. Так, еще одна работа из этой серии «Композиция с парашютом». Это странно довольно, но в 81 году она делает еще работу, называется «Солдат» или «Афганистан», где тоже в нижнем регистре располагается вот такое, какое-то запеленутое в парашют тело, и это отсылка к войне в Афганистане, то есть это очень странно, потому что Мастеркова не политический художник, но что-то ее вот в этом очень трогает, и она вводит это в свою работу, и вот эта «Композиция с парашютом» она продолжает вот эту тему с вот этими мертвыми солдатами, которые завернуты в парашют. Как я трактую эту иконографию, я это вижу так, что есть тут два, опять же, мира, земной и небесной, белое пространство и планеты — это небесные, и вот это вот концентрированное пространство сжатого цвета — это земные как раз-таки чувственные опыты, которые нужно как-то вот трансформировать в небесную какую-то составляющую, а вот это вот запеленутое тело, есть такое понятие «пелена майи», покрывало майи, да, то есть это понятие из Интии, по-моему, идет о том, что вот все мы живем в иллюзии, что вот мы окутаны этим покрывалом майи, что нужно какой-то особенно одухотворенный мистический опыт, чтобы сорвать эту иллюзию, увидеть, как все на самом деле. То есть мне кажется, что вот эти вот как раз-таки тела, запеленутые вот в эти такие бинты, да, это как раз-таки вот, возможно, как раз-таки метафора вот этого «пелены майя», то есть вот какой-то иллюзии, в которой пребывает человек, то есть опять же вот такой земной регистр. Так, временный возврат к земному у нее происходит. А Мастеркова очень важную роль сыграли в ее жизни вот эти люди, Галина и Кирилл Махровы. Кирилл Махров работал в торговом представительстве при посольстве Франции в Советском Союзе. Его жена Галина была художницей, и они знакомятся с Немухиным и Мастерковой в Москве и становятся покупателями их работ. На заднем плане, кстати говоря, работа Немухина. Они были к нему более благосклонны, чем Костаки. Вот, и когда она эмигрирует, она обращается к ним за помощью, и она часто гостит у них, например, в Севенах, в загородном их таком доме. Она общается с их детьми и дружит до сих пор. Ну, в смысле, их дружба с детьми продолжалась и после смерти Галины и Кирилла Махровы. Галина иногда ей дает возможность поработать в ее мастерской или какие-то квартиры. Они предоставляют вещи. Ну, то есть они такие покровители Мастерковы. Кстати говоря, Костаки тоже остается ее покровителем. Несколько раз он ей присылает во Францию там около тысячи долларов или даже десяти тысяч долларов. В общем, на тот момент для Мастеркова это был очень большой подарок. То есть остаются какие-то люди из Советского Союза, которые ее поддерживают, но вот во Франции, к сожалению, таких людей пока у нее нет. И Галина и Кирилл Махровы заказывают ей супрематическую композицию. И вот она ее создает, посвящает ее Кириллу Махрову. И здесь она, конечно, вспоминает Ивана Кудряшова, который был учеником Малевича. Это работа из собрания Третьяковки. И посмотрите, как оба этих художника с их вот этим вот своенравным таким характером вольно играют с очень жесткой системой супрематизма. Супрематизм исключает какие-либо фигурные узнаваемые объекты. Ну, видите, Мастеркова берет и полумесяц вплавляет. Кудряшов вплавляет какую-то такую кнопочку, каких-то вот таких чаек. То есть они показывают, что вот они сами знают, да и без Малевича разберутся. То есть сочетание супрематизма с какими-то такими предметными узнаваемыми формами реального мира. Дальше Мастеркова делает еще одну классную вещь как раз-таки в этой супрематической стилистике. Дело в том, что Иван Кудряшов создал вот это вот супрематическое произведение, оно хранится в Сартьяковской галереи сейчас. Эту работу приобрел Костаки и потом в 1977 году передал Третьяковке. Ну, это одна из лучших работ, на самом деле, супрематического искусства. И в 1981 году в Америке выходит каталог коллекции Костаки, сводный. И вот Мастеркова вместе со своей подругой французской, пианисткой, листают этот альбом. И потом Мастеркова спрашивает, что тебе больше всего понравилось. И подруга вдруг говорит, вот это вещь. И для Мастерковой, Кудряшов – это номер один художник, она была очень тронутая, она создала вот такую вот копию. Ну, это не очень хорошая, конечно, фотография, но она висит дома просто в частной коллекции, как смогли, так и сняли. И потому что именно про эту работу Мастеркова говорит, что вот именно эта работа не имеет себе равного соперника даже среди всех великих русского алангарда. То есть если как бы над черным квадратом она посмеялась, как бы так по-женски, обрамив его кружевами, то здесь она скрупулезно повторяет эту схему и не позволяет себе никаких таких вольностей. То есть совершенно, ну, в общем, Кудряшов ей был ближе, чем Малевич. Дальше она начинает возвращаться, вот почему я назвала этот раздел «возврат к земному», потому что она начинает возвращаться к своим этим женским темам и начинает разрабатывать вот такие вот композиции и вееры. Вы можете здесь узнать полумесяц, который был на картине. И вообще, мне кажется, и скорее всего так и есть, что она вообще придумала этот веер после того, как сделала копию этой картины, потому что здесь в этой вот схеме театра есть уже вот эти вот веерные полукружия, которые очень плотно заполнены супрематическими формами, и она берет и переносит это на близкий ей объект, который связан с ее молодостью, с ее проживанием в квартире, окруженной антиквариатом, с ее дружбой, с коллекционером Феликсом Вишневским, и она начинает эту тему веера очень варьировать. Во-первых, она создает реальный веер, то есть я его даже держала в руках. Он происходит из коллекции художника Виталия Стасинского, который тоже эмигрировал, и который взамен ее искусства, например, веера, позволял ей жить в своей квартире. Дальше идет эта тема с веерами, она разворачивается, то есть она прям увлеклась конкретно, вспомнила вот то, что она любила раньше. Такой веер и даже такой какой-то двойной, необычный. Это все из частных коллекций Франции и Англии. В России это не было показано пока. И дальше она доходит уже до такого, что создает вот такие вот объекты объемные, связанные с супрематизмом. Она делает супрематические подсвечники, она делает супрематическую лампу, там еще был какой-то абажур расписанный, супрематическая брошь тоже, скорее всего, этого же периода. То есть вместо того, чтобы взять подсвечник, наверняка она его сама тоже как бы сделала, она все это умела, она и мебель мастерила. Она не расписывает его, а вручную, очень рукотворно, очень кропотливо создает каждую вот эту вот геометрическую форму и наклеивает друг на друга. То есть занимается таким вот супрематическим коллажированием в 3D-формате. Даже Малевич до такого не дошел, она дошла. И интересно, что Мастеркова, получается, осуществляет мечту Малевича, и вообще мечту авангардистов о жизнетворчестве, о том, чтобы вот все пространство было заполнено какими-то супрематическими формами. Малевич об этом мечтал, и поэтому участвовал, например, в оформлении городов или, например, в выпуске фарфора. Я думаю, вы сталкивались с коллекциями императорского фарфорового завода, которые расписаны по эскизам Малевича и его учеников. Ткани выпускались супрематическими принтами. То есть Малевичу хотелось, чтобы его формы заполонили мир. И тут Мастеркова это делает, заполоняет свое пространство этими супрематическими формами, но делает это на максимально неавангардных объектах. Веер, подсвечники, лампа, то есть то, что супрематисты абсолютно отвергали, она наоборот именно здесь разворачивается. Здесь как раз проявляется ее широкая натура, которая объединяет и старое, и новое, то есть как это было в соборе, когда она берет парчу из старинных церквей, и при этом это все говорит на языке абстрактного экспрессионизма. И даже такая вот цитата необычная мне пришла в руки, она рассуждает, что когда земля там станет идеальной, то люди будут жить в домах из слоновой кости, то есть это отсылка к старине, мы помним, что она воспитывалась в семье, где была важна революционная культура, носила эти платья, в общем, такая дама в башне из слоновой кости. Но при этом они эти дома распишут супрематическими композициями, то есть вот такой вот сплав двух культур она в своем сознании носила, и действительно люди, которые встречались на ее пути, они были то из одного, то из другого мира, но одинаково ей близкие. Так, ну и выходим в самую мистическую часть нашей программы, приготовьтесь. Она такая, необычная. Значит, мастеркова очень долго переезжала с какой-то одной квартиры на другую, все время была какая-то неустроенность быта, очень страдала, и вот в какой-то момент ей помогают купить дом в 300 километрах от Парижа, какой-то заброшенный, заколоченный, никому не нужный дом. Она туда переезжает и становится абсолютным отшельником, то есть это такая тотальная изоляция. То есть раньше это была женщина, которая там пользовалась мужским вниманием, комплименты, да, то есть все время какие-то покупатели, она востребована в выставке, и она себя вот так очень сильно ограничивает и говорит в своем интервью, что вот да, вот художники, мужчины особенно, черпают свое вдохновение в романах бесконечных, там меняют, да, все время своих возлюбленных, а она понимает, что это не может быть основой для какого-то чистого духовного искусства. Борьба с телесностью у нее там на повестке дня, да, по Кандинскому. Поэтому она себя абсолютно ограничивает, изолирует, никаких контактов. С ней какое-то время живет сын, потом он женится, потом разводится, и снова с ней живет. То есть по сути она общается только со своим сыном и с многочисленными животными. Кстати говоря, вот здесь мы приступаем к ее мистическому дару. Мастеркова всерьез утверждала, что она общается с животными, что они ее понимают, слышат, ну вот не просто, что ей показалось, а что она с ними разговаривает. И она, например, заботилась не только о кошках и собаках, но она, например, выходила в поле и кормила орлов. И они к ней слетались, ну, то есть представляете, хищные, да, жесткие птицы и хрупкая мастеркова, которая была с ними на одной волне. Ну, в общем, совершенно меняется ее жизнь, в такого она отшельника-мудреца превращается. Она занимается только искусством, нету покупателей, ничего нет. То есть какое-то вот такое очень сложное, очень странное, закрытое, замурованное, можно сказать, как мумия, да, такое состояние, ну, вот как раз ее, один из ее любимцев. Иногда она выезжает в Париж, там она встречается с также эмигрировавшим Оскаром Рабиным и Валентиной Кропивницкой, но мастеркова все время им рассказывает разные странные истории, что ее кто-то преследует, что что-то вот такое, в общем, что-то вот оно такое необычное говорит, и они, ну, как бы, понимают, что с ней нельзя спорить, потому что если ты с ней споришь, все, ты больше не друг. Ну, как бы, бескомпромиссно, да, у нее такая позиция. Ну, поэтому она общается, но не очень много, очень, как бы, сдержанно, то есть с ней становится все сложнее, получается, коммуницировать. Ну, и она сама к этому не стремится. Вот, она продолжает вот эту свою планетную серию, она увеличивает масштаб, то есть вы видите, сколько, да, какая у нее вообще производительность, продуктивность, то есть она занимается только искусством, никаких романов, никаких каких-то коммерческих там выстраиваний отношений, ничего, только искусством. Дальше она экспериментирует с форматами, и здесь вот, кстати, она вводит вот в этот планетарный цикл, вот она обрамляет вот таким вот коллажем из белой бумаги в виде солнечных лучей, там вот они проступают, это тоже ее племянница связывает с ее увлечением древним Египтом, там с богом солнца Ра, то есть вот в этой работе вот такое влияние может быть. А дальше она продолжает экспериментировать с формой, и смотрите, как она поступает. Вместо обычного белого листа бумаги, на котором она может нарисовать свою эту планету, она делает вот такую вот резную рамку из белых коллажных ставок и моделирует вот такую раму, то есть она выходит за предел листа. То есть это совершенно какое-то новое прочтение, потому что, не знаю, видели ли вы такие работы во второй половине XX века, я, честно говоря, нет, чтобы такое было обращение с листом и превращение его в какой-то вообще сакральный объект, как будто, знаете, какое-то космическое послание, которое пришло от каких-то инопланетных существ вот в таком вот зашифрованном виде, концентрированном, который содержит какую-то вот вибрацию, какой-то код, который нужно расшифровать. И она вот про эти работы говорит, что я вышла за черту формата и в пространство, то есть вот вышла за черту. То есть ей важно выйти за черту и в плане смыслов, и в визуальном плане также. Ну, еще одна работа из этой серии, тоже какая-то она совершенно напоминает какие-то, знаете, на каких-то космических кораблях, какие-то шлюзы, какие-то вот зашифрованные послания, но только не на человеческих космических кораблях, а на каких-то инопланетных. То есть что-то вот она реально... Ну, нельзя такое придумать, не знаю, чувствуете вы или нет, и можете потом подойти к работам и тоже проверить свои ощущения, но всегда есть как бы понимание, художник из головы-то берет, он надумал это искусство, или это вот он сидит на таком божественном потоке и напрямую как бы передает вот эту энергию. Это всегда ощущается. И первые вещи, вы всегда воспринимаете какую-то подделку как какую-то дешевку, они никогда не стоят больших денег, а другие вещи входят в историю искусства. И вот эта вещь, она реально содержит какую-то очень сильную такую вибрационную составляющую. Ну, мастеркова это позиционирует, если она это где-то выставляет, просто как красивые вещи, но очевидно, с ее мировоззрением, что это не просто красивые вещи, что это какие-то скрытые коды, которые люди, которые тоже настроены на какие-то такие высокие волны, восприятие могут расшифровать. Дальше она делает цикл работ, посвященных поэтам Серебряного века. Она его даже везет уже в 2000-е годы в Москву. В 2006 году была выставка «Валерея кино». И здесь она как раз в интервью, по-моему, газете «Коммерсант» заявляет вот очень такие необычные вещи. Она говорит, что как появился этот цикл, она заметила, что вот несколько поэтов, Цветаева, Блок и Андрей Белый, родились в год дракона. И дальше она говорит, что вот вы, наверное, меня сочтете идиоткой, но к моему дому, вот к этому 300 километрах от Парижа, постоянно приходит дракон. И добавляет, что это нельзя, конечно, увидеть каким-то физическим зрением, но это можно почувствовать. Ну, я уверена, что в зале есть люди, которые понимают, о чем я говорю, что это такие метафизические материи необычные. Но по легенде были допотопные цивилизации, Атлантида, Лемурия. И если почитать литературную эту тему, то вы там увидите информацию про драконов, которые были. То есть как будто бы она связывается с какими-то древними земными цивилизациями, уходит с ними на связь, и она это все ощущает. И более того, она набирается смелости, чтобы в светской прессе об этом говорить. Ну, то есть это реально очень большая сила духа нужна для этого. А вот несколько работ из этого цикла. Они есть в коллекции Пушкинского музея, они есть в коллекции музея АЗ Анатолия Зверева, Наталья Аполевой. И вот несколько работ, посвященных Гумилеву, Андрею Белому и Маяковскому. На самом деле их там большое количество, но вот я выбрала, которые мне понравились. Тоже абсолютно космические. Она дает такую цитату. Скажу вам откровенно, с некоторыми из этих личностей мне пришлось довольно трудно. Например, с Белом мне потребовалось немало сил, чтобы побороть его. И Гумилев тоже хорош. Ну, как я это воспринимаю с таких метафизических позиций, что ей нужно было с помощью своего таланта, медиума, выходить на связь с этими поэтами и просить у них разрешения, считать их в какой-то вибрационный набор и перевести это в живопись, ну, не в живопись, а в графику. То есть это, если вы сталкивались когда-то с этой темой, энергии, медиумов, то вы понимаете, что это большой энергетически затратный процесс. То есть она всегда в этих процессах постоянно была. И получается, что она как раз вот здесь и выходит за предел, что есть художники, которые могут обладать каким-то необычным, пранормальным, скажем так, талантом, но они боятся выйти в это, потому что это что-то другое, это сложно, это страшно. А она вышла за эту черту. И она лишилась таким образом, конечно, понимания многих людей, но она понимала, что она по Кандинскому движется куда надо, ей уже не важно, что вокруг. Продолжая тему драконов, хочу еще одного персонажа вам представить, композицию с дельфином. Дело в том, что вот эти вот все композиции с этими запеленутыми солдатами, вот этой мумией кошки, они все были вот в этом коконе. А дельфины – это единственные персонажи, которых она выпускает наружу. И дельфины – это опять же, ну понятно, что мы с ними и сейчас знакомы, это не драконы все-таки, но есть как бы тоже такая легенда, что дельфины сейчас, те дельфины, которые есть, они предки вот тех дельфинов, которые тоже были в Атлантиде, были в Лемурии, и которые сохранили вот эту память, этот вибрационный набор. И мы с вами все знаем, что дельфины обладают невероятно развитым сознанием, которое превосходит человека, что они, можно сказать, телепатически общаются. И когда вы встречаетесь вдруг с дельфином, у вас сразу хорошее настроение, потому что дельфин транслирует всегда вибрацию, все хорошо. Он всегда, это очень высокая такая пятимерная вибрация, дети на нее настраивают всегда, когда вы видите детей, у вас тоже сразу хорошее настроение. Ну дети до шести лет примерно так действуют. Вот. Особенно маленькие, конечно. Ну то есть это как раз-таки существа, которые не обременены вот этим вот чувственным земным опытом, который мастерковый все время пытается вот так вот сплюснуть и от него избавиться. То есть существа, которые не обременены вот этими шаблонами, установками, программами, которые человечество, естественно, проживает. Но вот у детей до определенного возраста эти программы не активированы, поэтому нам так приятно смотреть на этих детей, потому что они еще без программы, без шаблонов, чистое сознание. И дельфины – это как раз тоже чистое сознание. И она, видите, их выпускает из этого, из этой пелены, из этого покрывала Майи, да, то есть это те дельфины, это дельфины, это существа, которые могут видеть больше, чем та иллюзия, которая доступна человеку. И вот ее друг, редкий друг мастерковый, с которым она познакомилась во Франции, французский композитор Николай Зурбершвили. Он до сих пор жив, романа у них не было, это просто его, ну просто он ей восхищался, как художница, как человек, который очень тонко чувствовал музыку. Я вначале, да, говорила, что она занималась музыкой, что на протяжении жизни музыка играла большую роль в ее жизни. И она его впускает в свой круг, который состоит из нее одно из животных, можно сказать. Вот, и смотрите, он в своих воспоминаниях очень откровенно говорит, что Мастеркова верила в перевоплощение композиторов и вообще каких-то великих людей из одной жизни в другую. И что она эти личности композиторов пропускала через себя. И что порой это проявление присутствия этих личностей в ней было очень пугающе. Дальше он добавляет. Ну тогда Мастеркова это чувствовала, начинала улыбаться, смеяться, что это, мол, шутка, это ничего такого. Но он к этому относился с большим уважением. Он это не высмеивал. И он отмечал, что это как раз-таки мистическое восприятие Мастеркова, ее талант медиума, ее дар медиума позволяет ей связываться с этими композиторами и получать от них такую информацию и такое понимание их творчества, которое ни одному профессиональному музыканту и не снилось. То есть он восхищался теми идеями, той информацией, теми знаниями, которые она черпала из этих сеансов и говорил, что это очень глубоко, но он про себя говорит, что я, например, отказывался идти по этой дороге, что ему было страшно. А Мастеркова, можно сказать, жертвовала собой в некотором роде, потому что это все очень энергетически затратно и шла по этому пути. И это ей помогало чувствовать музыку прошлых столетий, интерпретировать ее и доносить какие-то глубокие вещи. И вот они так могли часами сидеть, она ему что-то рассказывала, он играл для нее. То есть это был действительно ее такой вот друг души. Вот. И вот этому Николазу Рубишвили она посвящает эту громадную композицию, диптих. В свою очередь он связан с музыкальным произведением, которое он сочиняет тоже в честь какого-то другого музыканта. В общем, такая сложная зеркало в зеркале такая получается ситуация. И смотрите, здесь она разрабатывает уже какую-то новую систему. То есть остается вот этот чувственный опыт, остаются вот эти круги, которые символизируют планеты, но этих планет становится невероятное количество. То есть они заполоняют уже это земное, как раз таки чувственное начало. И получается, что она очень динамично, очень целеустремленно выталкивает это начало. И вот выходит все ближе и ближе к этой своей цели, к этому белоснежному цвету. Обратите внимание, что она выходит за край картины. То есть выйти за черту для нее это вот как бы такое широкое понятие. И ей нужно визуально тоже этот выход за черту, за предел какой-то проявить в своем творчестве. Она это уже сделала в графике, вот в этих композициях, посвященных поэтам Серебряного века. И в живописи она тоже начинает это делать. В общем, очень такие динамичные вещи. Но я бы сказала, что в этой работе, в отличие, например, от других композиций, которые предшествуют ей, она сочетает как раз-таки мудреца, который присутствовал здесь и здесь, с эстетом. Потому что это все-таки очень нарядная, очень такая яркая, красочная вещь. Во многом она по своим впечатлению, такому контрастному, яркому, ассоциируется, а сейчас я пролистну, ассоциируется с русским авангардом. То есть вы можете посмотреть, что такая очень схожая цветовая гамма, схожие эффекты. То есть получается, что к концу жизни, а вот этот стиль она начинает разрабатывать в 90-е годы, а уйдет она из жизни в 2008 году, что эта серия, этот стиль синтезирует как раз-таки находки ее раннего периода эстетского и находки ее периода в архетипе мудрец. На предыдущем слайде я взяла нижнюю часть двух этих картин, из которых состоит диптих. И посмотрите, в левой части она прописывает название вот этого музыкального произведения, о котором идет речь, делает вот эту вклейку коллажную. Вот там даже можно увидеть, да, Николя Зарубишвили, что вот он автор этого музыкального произведения. А вот в правой части она как будто бы как раз-таки делает озвучку, да, его произведение, изображает ноты, изображает звучание этого музыкального произведения, которое она, естественно, слышала. Николя ей играл. То есть она как раз-таки приходит вот к этому олицетворению, оживлению идеи звука цвета, идеи склябинской идеи цвета музыки. То есть она вот в этом диптихе это воплощает. И опять же, получается, ведет разговор с мастерами начала XX века, с авангардистами первой волны. Вот, еще одна работа из этой серии о Маше Эльгреко. Помните, я уже говорила про Эльгреко, да, когда была такая белоснежная композиция с таким вот крестообразным, вот этим сублимированным чувственным опытом. И она ему тоже посвящает опять вещь. И очевидно, это опять же вот мой такой личный взгляд, что вот в этих работах, которые посвящены каким-то мастерам прошлого, она закладывает тоже их какой-то вибрационный набор. То есть выходит тоже с помощью своего таланта-медиума с ними на связь. И вот какие-то коды, которые они передают, она вплавляет в это искусство. И еще мне эти работы напоминают то, как выглядит произведение сакральной геометрии. Может быть, кто-то сталкивался с какими-то украшениями на тему сакральной геометрии или с картами на тему сакральной геометрии. Вот там вот какие-то такие мотивы тоже присутствуют. То есть очевидно, что эта вещь сакральная, но при этом она нарядная, она красивая. То есть мастеркова находит в себе вот эту вот золотую середину, когда она и эстет, и мудрец, и ей не нужно выбирать уже. Вот. Ну вот вы видите, какое количество вещей было в ее мастерской. Это все после ее смерти вывезли ее внучки в Англию, а потом в Канаду. Но там были сокровища, на самом деле. То есть такая была пещера просто. То есть она постоянно писала. Это огромные масштабные вещи. Вот она их там показывала искусствоведу из Москвы, которая приехала в 2006 году. Она с собой, представляете, во Францию взяла вот свой натюрморт, который написала там в свои где-то в 40-е годы, когда она еще была нормальным художником и знала абстракции. И она с собой его возила как вот доказательство, что она может нормально рисовать, если что. И она с собой еще взяла свой ранний автопортрет. На самом деле он не очень на нее похож. И кто-то даже сомневается, что это автопортрет, но это он. То есть она была нормальным художником, но, конечно, ее талант был именно в абстракции. Смотрите, снова дельфины тут появляются, кстати говоря. Так. И вот такая зарисовка, какой-то ее такой домашний уголок. И тут опять же, видите, такие вот контрастные ее интересы, контрастные архетипы. Тут икона, ну, может быть, репродукция иконы. Слева заготовка для супрематической лампы. Супрематизм, да, икона. Опять в таком интересном сплаве находится музыка, животные, там на заднем плане фотографии ее внучки. В общем, все, что она любила, и вот она любила вот самое разное. Вот. И здесь я вот уже завершаю свое повествование. Подобрала как раз еще раз фотографии, которые отражают, на мой взгляд, ее земную часть, ее запредельную часть. и то, что на самом деле в ней всегда были оба этих архетипа, она их в себе синтезировала. И вот эта вот мистическая фотография, одна из моих самых любимых, показывает, что не нужно выбирать, что можно быть и такой, и другой, и даже в художественном плане находить этому красивое решение, как она это сделала вот в последних своих завершающих работах. Благодарю вас. Я хотела еще, я вспомнила свою идею, хотела пару слов сказать про их роман с Немухиным. Они расстались в 68-м году и эмигрировала она в 75-м году, и она ему вскоре после эмиграции пишет письмо, что вот я жалею, что я эмигрировала, но вот потому что вот с тобой мы никак, больше, наверное, никогда не увидимся. То есть у него уже была своя семья, жена, дочка, ну она уже совершенно в какой-то другой плоскости жизни, но тем не менее вот эта вот связь, которая между ними вот тогда зародилась, она и он пронесли на протяжении всей своей жизни, и вот даже, как бы сказать, свидетельство этой связи я застала в том плане, что когда в 2014 году готовилась персональная выставка Немухина в Московском музее современного искусства Церетели, к нему пришел куратор выставки, к нему пришли коллекционеры, и он сказал, либо делаем с Мастерковой, либо вообще не делаем. Ну, вы понимаете, какие-то затраты для коллекционеров, для музея, зачем это надо, художница уже умерла, она где-то там во Франции, вы с ней там уже не виделись сколько, а он чувствовал между ними такую связь и понимал, что она его как бы такой сердечный друг, и что если не он, то никто о ней не позаботится, никто ее памяти как бы в Москве не проявит в таком масштабе, как это сделала персональная выставка, и когда эту историю рассказывала сотруднику Арзамаса, он искренне удивился, говорит, а зачем он это сделал, какая выгода, я не понимаю, она же уже умерла, то есть понимаете, то есть Немухин был совершенно таким невероятным благородным мужчиной, помните, он мебель там у нее выкупал по второму разу, всегда о ней заботился, то есть, и даже простил ей вот этот эпизод с Костаки, то есть вот если Масеркова была такая, что либо плюс, либо минус, бескомпромиссная, то Немухин, он был по-своему мудрый, он был в такой позиции наблюдателя, что нет черного, нет белого, что не надо выбирать, что всему есть место, и он остался, например, в советской системе, и он рассуждал так, что выставка есть выставка, да, под эгидой власти, но есть возможность зрителю показать свое искусство. У Масеркова была другая позиция, обе они имеют место, обе по-своему красивы, но очень рада, что имею возможность вам рассказать об их истории любви, потому что вот две такие противоположности, обе сильные, обе красивы, и обе очень значимые для истории искусства, обе в коллекциях Третьяковки, Помпиду и так далее, поэтому это действительно очень такая каноничная история, и приятно делиться ее с вами, потому что мало людей об этом знают, об этих художниках. Если у вас есть вопросы, я буду рада ответить. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. А мне вот интересно, а эти большие коллажеры для работы, они где сейчас находятся? В Канаде, скорее всего. Да, но внучка, она уже не выходит на связь. Ее внучка, у меня две внучки, Ольга Холина и Анука, Аня, видимо, Анна Холина, и одна из них, Ольга приезжала на ее персональную выставку в 2015 году в Москву из Англии. Мы с ней встретились, она там показала какие-то украшения, которые тоже ей достали с этой мастерковой, что-то рассказала. А дальше был такой эпизод, что я ее спрашиваю, вы хотите в гости к Немухину поехать? Это уже было вот прям в день открытия выставки, уже вот был вечер в ресторане, вот здесь недалеко, в доме 12, и она говорит, ну, как-то неудобно, мало ли, ну, как бы он же мне, там, не родной дедушка, что я буду навязываться? Я позвонила Немухину и говорю, ну, вы хотите повидаться с внучкой мастерковой? Он такой, ну, мало ли, что она обо мне рассказывала, да, то есть, ну, как-то не знаю. В общем, я сказала обоим, что каждый очень ждет встреч, и что нужно встретиться, и на это мне внучка Ольга сказала, ну, Ирина, давайте в следующий раз, у меня уже на следующий день самолет, я не успею. Я говорю, а когда в следующий раз, когда вы еще приедете, и будет ли он жив, потому что Немухин вообще умер в 2016 году. Вот, ему было 89 лет, и, ну, по-моему, 89, может, я ошибаюсь. Вот, и он 25-го года рождения, можете посчитать. И я заехала в день ее отъезда за ней в отеле, мы поехали утром к Немухину, они повидались, поговорили, там что-то он ей показал, какие-то работы мастерковые, которые у нее там хранились конспиративно от жены, можно сказать, дома. Он, кстати говоря, сделал такую штуку, он некоторые работы говорил, что это его работы, а на самом деле это были работы мастерковые, ну, какие-то ранние, то есть он как бы прятал их, и, например, вот эта фотография, которая самая-самая первая, сейчас я даже, или это очень долго будет листать, ну, короче, когда я рассказывала про Немухина, помните, там фотография, где они вместе стоят на фоне картин, и кошка прыгает, я эту фотографию заполучила очень необычным образом, я просто ему показала, ну, это, наверное, давайте, включите, да, я ему показала фотографию самую заглавную, где она стоит, вот можете первый слайд включить сам, где обложка, далее, вот я ему показала эту фотографию, а до этого я говорю, у вас есть парные фотографии с мастерковым, такой, не, 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 ничего нет, я ему показываю эту фотографию, говорю, ой, у меня тоже есть с кошкой, и раз, и берет из-за кромов, достает вот эту фотографию, ну, сейчас, вот эту фотографию, и дальше я говорю, о, говорю, так у вас же выставка совместная, нужно ее дать, он такой, нет, только в каталоге, не крупно, не показывайте куратору, он сейчас ее на афишу сделает, и потом он смотрит на свою жену, и, как бы, спрашивает, ну, как бы, можно, я на нее тоже смотрю, что, ну, как бы, надо на моей стороне быть, это же артефакт, он такая, да, да, можно, вот, благодаря этой истории, эта фотография, в общем, вышла в свет, была опубликована в каталоге выставки, вот, ну, и сегодня ее вы тоже видите, вот. Да, 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 она большая или большая? Большая. это вот, да, 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 да. нравится красивая умная мудрая все сразу вот что я когда делала выставку прониклась и потом продолжил общаться с ее друзьями то есть я бы как бы погружалась в эту тему потом вдруг вот всплыли вот это в слайта тема супрематического периода когда я показал третяковки всях ну либо что никто никогда не видел ну что ей ну потому что для есть такая очень тема важная в искусстве это связь первого и второго русского авангарда и очень мало вот этих вот перекличек закономерности и вот эта вот тема супрематизма мастеркова на как раз эту эту тему очень сильно иллюстрирует проявляет поэтому тоже такая была находка но короче время от времени я к ней как бы возвращаюсь вот сегодня даже по совпадению мне написал ольга махрова с чем-то там другие мы я пишу знаете у меня сегодня лекция про мастеркова я вас поддерживаю хорошо ну короче как-то она видите мастеркова хочет проявляться вот так что я не противлюсь